Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве пресекли деятельность преступного сообщества. По предварительным данным, криминальная организация действовала на территории столицы с 2016 по 2020 год. Злоумышленники через подставные юридические лица приобретали новые иномарки премиум-класса, затем оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых значительно увеличивали стоимость транспорта. При страховании автомобиля аферисты подавали в компанию заведомо фиктивные документы. Таким образом, сумма страхового возмещения, предусмотренного на случай угона или повреждения транспортного средства, существенно возрастала. Затем участники организации, среди которых были профессиональные каскадеры, управляя приобретенными автомобилями, умышленно совершали столкновения с различными преградами. В результате иномарки получали серьезные повреждения, что в большинстве случаев исключало возможность их дальнейшей эксплуатации. После этого сообщники получали завышенные страховые выплаты. По версии полицейских, преступное сообщество состояло из нескольких организованных групп, характеризовалось сплоченностью, четким распределением ролей и тщательным планированием противоправной деятельности. В 2020 и 2021 годах оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали более 20 предполагаемых участников групп, входивших в сообщество. Его лидер объявлен в федеральный розыск. Следственными органами полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Прим. 5 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, сообщники причастны к совершению более 30 противоправных деяний. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 130 млн. рублей. На основании материалов, собранных оперативниками в отношении предполагаемых лидера и троих участников преступного сообщества, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск руководителя организации, установление возможных соучастников и всех фактов противоправной деятельности злоумышленников.